Люди, которые делают вид, что экономисты, хоть раз сформулируют экономическую идею, за которую не стыдно. Потому что с 90-х годов, несмотря на дикое количество выпущенных экономистов, ни одного мирового уровня. И ни одного успеха. Поэтому, в первую очередь, у нас провалы не в фундаментальной науке, а в экономе. Потому что спецы такие. С царем обманули, хорошо, царь плохой, советская власть хорошая. Опять советская власть плохая, опять обманули. Ельцинская демократия, опять плохо. И сейчас плохо. А что хорошего? Да назовите модель. Царь плохой, КПСС плохая, Ельцин плохой, и сейчас плохо. Все против. А кто когда будет за? Что это за страна такая? Что все против всего всегда. И радуются. Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, экспортируем интеллект. Но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект очень часто уходит из нашей страны бесплатно и безвозвратно. Это не просто расточительно, это недопустимо по отношению к собственной стране. Теряя талантливых ученых, специалистов, Россия теряет ведь не только деньги, время, потраченное на их подготовку, но и, по сути, теряет позиции в конкурентной борьбе за будущее. Чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не узнали, что такое отставшая от всего мира страна, мы должны сражаться каждый день за каждую идею. То есть сражаться за будущее России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова